Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы хотим вас познакомить с творчеством современной детской писательницы Нины Дышевской. Она родилась в 1979 году в Свери. В 6 лет начала играть на скрипке, затем окончила музыкальное училище и Московскую государственную консерваторию имени Хейковского. Первая сказка Нины Дышевской «Паровоз» была напечатана в журнале «Кукумбия» в 2008 году. В 2011 году была издана первая книга «Семь невысоких гномов». Нина Дышевская дважды становилась победительницей конкурса книгуру и лауреатом литературных премий «Новая детская книга» и премии имени Владислава Крапилина. Главная тема многих произведений писательницы, конечно же, музыка. Но в книгах автора затрагиваются и такие важные темы, как одиночество, отношения с одноклассниками, первая любовь. Несмотря на все сложности, герои ее книг всегда находят выход из сложных ситуаций. В ними всегда есть рядом надежные друзья и близкие люди. Детство – это такое время, когда в жизни каждого ребенка появляется что-нибудь волшебное. У кого-то есть говорящий велосипед, у кого-то заброшенная деревня, в которой живут добрые великаны, у кого-то подружка, которая печет самое вкусное на свете волшебное печенье. Главный герой из повести Нины Дышевской – Вилли, мальчик по имени Севка, как и все дети, верит в чудеса и мечтает о настоящей дружбе. Чудеса у Севки случаются, пусть даже порой и не такие, о каких он мечтает. Но Севка никогда не унывает. Он уверен, в итоге волшебство всегда победит любые неприятности. Тео и вся его семья из книги «Тео. Театральный капитан» – театральные мыши. Все они хорошо знают театр изнутри – оркестровая, костюмерная, балетная. Мышиное семейство поселилось в театре давным-давно и все это время умудрялось оставаться невидимыми для людей. До тех пор, пока Тео не принял решение сделать сестре небольшой подарок. Правда, для этого пришлось прогрызть огромную дыру в юбке примы-балерины. Теперь, похоже, представлению конец. И мы шам в театре тоже. Нужно срочно вставлять ситуацию. Тем более, герой узнал фантастическую новость. Театр собирается на гастроли в место, где есть море. Море, которое Тео никогда не видела. Но очень мечтал там побывать и вдохнуть его. Сборник около музыки хочется перечитывать снова и снова. Каждый раз открывает для себя новые интонации, оттенки, мелодии. Наша жизнь вращается около музыки. И в возрасте 12-15 лет это чувствуешь особенно остро. Аркадий Калина влюблен в скрипку. Но больше в море. Скрипку он, может, и вовсе не любит. С любовью вообще все сложно, когда тебе 14-й. Это все сложно, хорошо знает хмурый мальчик Антон. Которого одноклассники будто не видят. Заодно они не слышат, как он музыкалки уныло выводит, ой, то не вечер. Ну и ладно. Затем его услышат приятели из музыкальной школы. Подстригшаяся нагово Лелька в новом районе тоже как чужая. Люди и здесь не нравятся, как новые одноклассники. Кажется, что ее жизнь разрушена. Лишь музыку любит Лелька и свое пианино. А еще крутого парня Джона. Но он скейтер и плевать ему на ее пианино. Героям рассказов Нины Дашеско есть чем поделиться. Их мысли мы, будь то, случайно подслушиваем. Словно игру соседа на фортепиано за стенкой. Музыка знакомая, но исполнена она по-своему и потому завораживает. После нескольких страниц текста героями совсем не хочется оставаться. Герои в повести Тимофей Блокнот и Ирка Скетчбук объединяют многое. Они одиноки и оба любят творчество. Тимофей забирает из садика младшего брата и помогает маме. Занимается спортом, ездит на соревнования. А еще пишет в Блокноте рассказство человека на краю земли. Сможет ли этот человек выйти в город? Не станет ли Тимофей чувствовать себя одиноким? Ирка любит рисовать, но в ее семье уже есть один художник. Иркин старший брат Паша. Ира рисует мосты, но вместо этого получается лицо одноклассника. Ире кажется, что она совершенно одна, даже в кругу семьи. Но правда ли это? Или девочка поймет, что вокруг полным-полном интересных людей? День числа Пи – это диалоги о дружбе и любви. О том, как непросто принять себя и услышать другого. В школе Лёву иноземцева считают странным. Единственный человек, с которым он нашел общий язык, как назло, садится за одну панцу с тем, кто насмехается над Лёвой больше всех. А еще Лёва иноземцев любит музыку, потому что она логична. Жалко, мало кто это понимает. В 2019 году книга «День числа Пи» была номинирована на премию «Национальный бесцельный». Обычный человек в жизни так бежит, когда на поезд опаздывает или вспоминает, что забыл дома выключить утюг. А для Игната из книги я не тормоз. Это нормальная скорость. Самое то, так ездить на роликах или самокате. Ты лучше ощущаешь себя с миром. А в нем все интересно – и люди, и город, и музыка, и книга. А еще можно подумать обо всем на свете. Мыслей у Игната много. Столько вот делиться он и не любит. Да и не с кем, он же совсем один. На самом деле его все любят. Есть друг и даже не один. Просто он этого раньше не замечал. Но все изменить никогда не поздно. Он это случайно как-то понял. Удивительно, да? Но Игнат не тормоз. Он быстро сумеет все исправить и вернуть на свои мечта. На этом наш обзор подошел к концу. Все книги, представленные в обзоре, вы можете взять в нашей библиотеке. Предлагаем вам познакомиться с рекомендательным списком литературы и почитать другие произведения этой замечательной детской писательнице. Субтитры создавал DimaTorzok